Всем привет, с вами Олег. И снова я дома, снова я за компьютером, снова я за этим столом. И снова мы погрузимся в некоторую аналитику моего канала. Но на этот раз уже немножко другой повод. На моем канале 5000 подписчиков. Это круто. Но с одной стороны, этого, конечно, еще очень-очень мало, но это намного больше, чем ноль. Спасибо вам большое всем, что вы подписываетесь, что вы смотрите. Просмотров, как правило, часто в разы больше, чем подписчиков. Но это стандартная тема, поэтому это норма. И мне очень приятно действительно то, что мои труды оцениваются. Потому что интернет это такая, не сказать волшебная, но чудесная штука. Потому что вот раньше я когда-то усиленно рисовал. Рисовал я очень много под музыку. Включаю музыку, мою любимую, и рисую. Это было давно, в школе, после школы. Потом я немножко писал музыку. Ну, я и мой друг, мы вдвоем как бы так чуть-чуть баловались. В общем, записали мы целых 4 альбома. И это было настолько давно, что интернет, конечно, был. Но он был такой, что одна песня из интернета скачивалась, ну, не знаю, часа два. Это были модемы, такие... И, естественно, никакой возможности не было заявить о себе. Но пришло такое время, наше время. И как-то так получилось, что я начал записывать видео. Сначала у меня получалось очень плохо. У меня, если вы не знаете, есть еще один канал. Старый канал, который я уже забросил. В общем, там все очень плохо. Хотя два видео на том канале набрали по полмиллиона просмотров. Но на всякий пожарный оставлю ссылку в описании. Кому интересно, можете глянуть. Но подписываться не обязательно, я его забросил. Но не об этом речь. Потом я начал записывать ролики вот на этот канал. И я понял, что у меня, в принципе, получается. Я не скажу, что я делаю офигительно качественный контент. Конечно же, нет. Ко всему можно прийти. Но, по крайней мере, я вижу, что у меня что-то у меня получается. И вот, что я хочу сказать. Чудесные времена. То, что благодаря интернету, наконец-то, твое творчество могут оценить люди. И вот это, вот это самое приятное. Вот это самое классное. И это дает некий пинок для того, чтобы развиваться дальше. И продолжать делать то, что тебе именно нравится делать. Но критику я, конечно же, принимаю тоже. Поэтому критикуйте, пишите мне, что не так, что нужно исправить, что изменить. Я все читаю и все, как бы, принимаю к сведению. А теперь давайте посмотрим самое популярное видео на моем канале. Самое популярное видео на моем канале, это самое первое видео на моем канале. Сколько зарабатывает курьер Яндекс.Еда в Москве. Просмотров 85 тысяч. 16,5 долларов мне принесло это видео. И смотрите график. Он очень долгое время был на самом дне. Это было первое видео на моем канале. И никто еще не знал про мой канал. Никто не заходил, никто не смотрел. Очень долгое время он был на дне. А потом как-то резко вверх. И с тех пор он плавненько-плавненько поднимается. Видео номер 2 по популярности. Это почему я ушел из Яндекс.Еды. Это относительно свежее видео. Чуть больше месяца назад всего лишь. И оно уже набрало 60 тысяч. То есть оно догоняет мой первый видос. Ну догонит навряд ли. Потому что как видно уже график стал практически горизонтальный. Видос номер 3. По популярности я его выложил 24 августа. Это я показал как проходит моя рабочая смена в Яндекс.Еде. Я подозревал то, что это видео выстрелит. Я это чувствовал. Потому что люди спрашивали, как проходит рабочий день. Люди спрашивали. Я сделал видос. Там правда 4-х часовая... 4-х часовой день был. Рабочий день, господи. 4-х часовая смена была. Сделал я по-моему 4 или 5 заказов. В принципе ничего особого. Но я показал все подробно как это происходит. Я угадал то, что видос выстрелил, но не сразу. Интересно, что сначала он первую тысячу набрал только через... Почти через месяц. А сейчас у меня последний видос про заработки в Delivery за одни сутки набрал 5000 просмотров. Здесь тысячу за месяц. И я это считал то, что это круто. Тысячу за месяц. Я думал это круто. Но все-таки чуть позже он бабах пошел резко вверх. И потом опять такая полочка. Видос номер 4. Вот это я удивлен был, каким образом вот этот видос так вот набрал популярность. 40 тысяч человек его посмотрело. И это был, кстати, мой до сих пор. Это моя самая рекордная цифра. 19 заказов за рабочий день. В Яндексе это было один раз. Еще так интересно получилось то, что я именно в этот день снимал видео. То есть это не запланировано было то, что именно в тот день, когда я делал видео, я сделал рекордные 19. А в Delivery было два раза по 19. А вот по 20 и больше у меня не было. Хотя парни говорят, что 20-30 бывает. Ну, мой рекорд пока что 19. До 20-ки что-то никак не дошел. А сейчас, походу, уже и не дойду. Потому что уже даже 15. Это уже круто. Сегодня. Окей. И на пятом месте. Вот на этом видосе я оторвался по полной в плане монтажа. То есть я вот прямо старался делать. Старался делать круто, чтобы получилось... Чтобы получилось классно. Ну, мне кажется, у меня получилось. Правда, камера у меня еще была старая. Не камера старая, а я вот на эту штуку делал. Снимал. Это мобильный телефон. Качество было, конечно, не очень. И это, на самом деле, первый ролик, который я сделал, уже работая в Delivery. Но здесь я не был в кадре. Здесь я снимал чисто вот от первого лица. То есть я сам себя не показывал. И кто-то догадался то, что я уже работаю в Delivery. Хотя я этого не говорил. А как догадались? Потому что я брал заказы из Шоколадницы и из Бургер Кинга. И диванные аналитики, в хорошем смысле этого слова, быстро просекли то, что я уже работаю в Delivery. Вот такие вот они, пять самых популярных видео на моем канале. А популярны они благодаря, конечно же, вам. И сейчас просто рандомным образом прочитаю некоторые комментарии и постараюсь, может быть, на них ответить. Это последний самый комментарий, вот вы сейчас видите. Я работаю в Delivery по 15 часов, без выходных уже два месяца, но я не робот. Да. Ты из какого города приехал в МСК? Это вам Ребус, чувак, Али Ахмедов. Город, родина Камазов. Олег, какие дальше проекты будешь снимать? Влоги, он ли влоги. Потом, позже, когда будет такая возможность, и финансовая, и по времени, будут какие-то проекты, да. В голове уже мысли есть. Но пока что, какие проекты я работаю каждый день, с утра до вечера? Это я, Саня Кудряшов. А это я. Устройся уже на нормальную работу. Образования нет. Образование, оно как бы есть, его как бы нет. Учился я на художника? Нет, точнее на преподавателя по изобразительному искусству, но я быстро понял то, что рисовать это не мое. А что такое нормальная работа? Вот мне интересно просто. На нормальную работу это куда? Менеджером по продажам? Или просто продавцом? Или, не знаю, на завод? Ладно. Надеюсь, ответишь, на чем снимаешь, и та программа ответил. Уходить с Яндекса или нет? Вот в чем вопрос. Работаю уже больше года, все хуже и хуже. 50 часов еле-еле наберешь на смены. Катаешься на заказы по 4 километра. Залюбили уже. Геи, ска, нервы трачу на них, всякая хня. То штрафы, то шиздуй за наличкой, то шиздуй в офис, то это, то, то... Да, крик души. Самый лучший блогер, блогер номер один в России, крепкое здоровье тебе, братан. За крепкое здоровье пожелание большое спасибо, но лучший блогер в России это вряд ли. Доброй ночи, Олег, очень классный канал и интересные видосы. Вы рассказали про ЗП, а про ежедневные расходы вы ничего не рассказали. Я имею ввиду именно те расходы, которые вы несете во время работы. Какая цифра в среднем выходит? Вот сегодня будут расходы, я куплю кассовую чековую ленту для кассы, потому что она кончилась. В офисе я поехать не успел, придется сейчас сходить куда-то и купить хотя бы одну катушку ленты. Ну она стоит, не знаю, рублей 30 может. А так, если говорить про транспорт, то две с небольшим тысячи рублей за месяц, это проездной, то есть вот вам на проезд. А на еду, по-разному, на еду я трачу, ну, рублей 200-300, бывает 400. Я на еду трачу на улице довольно-таки много. Вот это плохо. Потому что мне как-то, не знаю, лень приготовить утром еду, наложить ее в термос и таскать весь день термос в сумке. Как-то не хочется, но хотя это было бы лучше. Привет, больше таких видосов? Ладно. Тут же выскочила реклама Delivery. Прикольно. Все треп, общался для статистики с 10 курьерами за 12 часов работы, 7-8 заказов, край 10. Вот и делайте выводы, видосы заказные от Яндекса и Delivery, чтоб туда шли работать. Да, Максим Касаев, ты меня раскрыл, мне и Яндекс, и Delivery мне платят деньги за то, что я привлекаю курьеров. Каждый мне платит по миллиону. Норм заработок. Кто-то на заводе как робот за 30к фигачит, а тут работа мечта. Ну, я бы не сказал, что работа мечта. Можно дома сидеть и видосы монтировать даже. Нет, не можно. Это было только 2 января. А если я тебя и проматываю, то не корыстки ради, но смотрю с удовольствием. Интересно поставлено предложение? Ну, окей. Хорошо. Delivery Club это прога такая на Android, а курьерам она подойдет? Короче, есть два приложения Delivery Club. Одно для клиентов, для заказа еды. Второе для курьеров, для работы. Вот и все. Молодец. Наконец-то ты сделал видос про деньги. Удачи тебе. Спасибо. Хлорка ТВ. Привет, Хлорка ТВ. Использовать котов для лайков это преступление. И сюда. Кошка. Кошка. Машка. Нет, она спит. Ну, лайк поставьте за кошку. Не хочешь купить машину подешевле и работать на машине? Хочу. Денег нет на машину. Смотрю тебя 2 недели примерно. Круто получается. Искренне главное. Очень понравилось данное видео тем, что ты также показал отчеты по ютубе. Было бы круто также продолжать и дальше делать разнообразный контент по заработку. Будет сделано. Охренеть, только сейчас понял, что на тайм-код нужно нажимать. Всегда сам перематывал. Прикольно. Похудел ты, братец? Да. Похудел я, братец. Что я думаю? Говорят, скоро сокращать начнут. В конце марта. Так что надо думать, куда работать, пойти, если это правда. Все возможно. Потому что набрали очень много, реально очень много людей и продолжают набирать. А летом, как правило, заказы падают. Количество заказов будет меньше. Поэтому я не знаю. Может быть и будут. Но я не видел этих разговоров. Ну, в общем, ладно. Комментарии будут бесконечными. Поэтому еще раз всем большое спасибо за то, что остаетесь на моем канале. За то, что смотрите ролики, ставите лайки, дизлайки. Комментируйте за всю вашу активность. Огромное спасибо. Дальше. Аж голос пропал. 5000. Ну, пока что еще 5000 нет. Там 4960 что ли. Или 4970. То есть, ну, условно говоря, сегодня-завтра будет уже 5. Поэтому будем праздновать. Я куплю себе бутылку Тархуна. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть еще некоторые внутренности моих самых популярных роликов. Я вот думаю, а что если провести стрим? Ну, не сейчас. Чуть позже. Например, на 10 тысяч подписчиков. Нужно разобраться, как это делается. Ну, почему бы и нет. Давайте так. Следующие ответы на вопросы будут в формате стрима. И для того, чтобы все ваши вопросы мне было легко найти, в описании под видео есть ссылка на мою группу ВКонтакте. Так и называется. Дневник не москвичат. Проходите там, пишите вопросы, что вас интересует. На что вам интересно было бы услышать мое мнение или ответ. Мне потом будет легче на них отвечать, потому что они практически все будут в одном месте. И еще по поводу этой группы. Я все не придумаю, каким контентом ее наполнять. Если у вас есть какие-то идеи, или если кто-то даже возымеет желание наполнять эту группу каким-либо контентом. То есть, ему это может быть интересно. То да, пишите, конечно же, любые ваши предложения. Я все буду учитывать, я все буду смотреть. И на этом все. Не люблю долгих прощаний. Спасибо большое за просмотр. Оставайтесь на моем канале. И пока. Так, сначала нужно выключить... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok